Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем сегодня. Рассказали, чтобы не страдали. Мы очень понятны, открыты в своей жизни. Советы новоговиков бизнесменам изучил Дмитрий Ариенев. Соброждаемость пошла вверх. Для того, чтобы первый ребенок родился, вот это материальное стимулирование будет основанием. О мерах улучшения демографической ситуации, когда инициативы Путина начнут реализовывать в регионах, знает Альбина Минибева. В Казани сыграют сборные Германии, Польши, Франции и Испании. В эти минуты в Москве завершается жеребьевка чемпионата мира 2018. Сотни журналистов и спортивных болельщиков сегодня ждали, когда решится судьба 32 мировых сборных на групповом этапе. В столице сейчас находятся и десятки болельщиков из Казани. Рамиль Шайдулин вышел с ними на связь и сейчас расскажет все последние новости. Первая корзина лучший, вторая корзина, третья и четвертая. Момент настал. Вершится судьба чемпионата мира. Кто кому составит конкуренцию решается на глазах руководства страны и федерации ФИФА. Сегодня 32 лучшие футбольные сборные планеты узнают своих соперников и города, где они сыграют свои матчи. В Москве весь спортивный бомонд. За знаковым моментом следят мировые звезды, известные российские спортсмены. В ожидании момента и казанец Сергей Серов. Болельщик российской сборной видит примерные шансы команды. Хотел бы, чтобы Россия прошла как можно дальше. Надеюсь, что попадет не очень тяжелая группа, хотя с другой стороны хотел бы посмотреть одну серьезную команду, чтобы в городе Испании. Казанские болельщики в предвкушении матчей ждут красивых моментов. Все же в списке мировые имена матчи на грандиозных спортивных объектах. Казань почти один за другим примет 4 матча 16, 20, 24 и 27 числа. Команды сыграют на Казань-арене, но какие до нынешнего вечера это оставалось главной интригой, пока не прошла жеребьевка. Результаты известны и ожидания болельщиков оправдались. Испания сыграет в Казани 20 июня со сборной Ирана. В другие дни мировой футбол подарят сборные Германии, Польши и Франции. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Москва. Проверенный бизнес. Сегодня в Москве презентовали новый татарстанский ресурс, который поможет начинающим предпринимателям. 100 шагов к благоприятному инвестиционному климату, как их пройти, рассказал Рустам Мениханов. Что заинтересовало татарстанцев в опыте других регионов, репортажи нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Результаты был должен. 12% выросло число занятых в малом бизнесе в России за прошедший год. Чиновники уверены, нужно делать активнее шаги навстречу бизнесу, в том числе международному. Чтобы наглядно показать проблемы малого и среднего предпринимательства, на сцене сегодня даже сделали зарисовку ситуации в банке. Сейчас у нас очень выгодная кредитная ставка 13%. Коллеги, 13%, инфляция 3%. 13% для производства, мне кажется, это самоубийство. Участники конференции 100 шагов навстречу к благоприятному инвестиционному климату уверены, кредиты одна из серьезных проблем предпринимателей. Очень важно, конечно, встречаться с предпринимателями. Когда вот такие встречи есть, не как сегодня, когда мы говорим о успехах. Надо брать проблемные вопросы и их тоже решать. Я думаю, вот это наша работа. Очень важно найти людей, которые правильно управляют этими индустриальными парками, площадками. Поэтому здесь у нас тоже предложение есть. Опыт республики, в том числе и в создании нового ресурса под названием «Проверенный бизнес» презентовали сегодня. Речь о том, чтобы каждый желающий мог узнать обо всех новых практиках и правилах в работе контролирующих органов. И не только это. Татарстан, в свою очередь, заинтересовался разработками коллег в других регионах. Смотрим то, что происходит в других регионах. В частности, в Калуге появилось интересное агентство, которое полностью сопровождает все сельхозкооперативы. Пишет за них бизнес-планы, получает разрешительную документацию. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Зима пришла. Время, чтобы платить налоги, почти ушло. Сегодня последний день, когда можно расплатиться по имущественным налогам и не получить пении. Они будут начисляться уже со 2 декабря. Так, за год сумма может набежать до 10%. Поясним, что платить за транспорт, землю, недвижимость нужно, если даже не пришло уведомление. Значит, оно у вас в личном кабинете. Внести деньги можно через онлайн-сервисы, офисы банков, а также в местных администрациях и на почте. Отменят ли вмененный налог и как заставить парикмахеров на дому выйти из тени? Эти вопросы беспокоят предпринимателей не меньше, чем налоги. Как быть бизнесу, рассказали на встрече проекта «Бизнес и власть. Откровенный разговор». Здесь прокомментировали волнующие предприниматели слухи и ответили на интересующие вопросы. Тесто раскатывается, пиццы пекутся, клиенты идут, доходы поступают. Одним словом, как говорит владелец сети ресторанов, дело успешно движется. Вот только предприниматели терзают слухи, что его вмененный налог скоро отменят. И как предвестник этого появление онлайн-касс. Сейчас они абсолютно точно видят, какие обороты у каких компаний. И после этого, соответственно, они делают для себя выводы и, наверное, либо отменяют, либо оставляют. Для нас это интересный вопрос, потому что система налоговоблажения, которая сейчас есть, она нас более чем устраивает. Как сегодня заявил руководитель налоговой службы Татарстана, еще как минимум три года бизнесменам по этому поводу переживать не стоит. Федеральным законом единого налога на миллионный доход продлежда 2021 года. И поэтому, видимо, в ближайшие три года никаких изменений по единого налога на миллионный доход не будет. Еще одна злободневная тема, что по жалобам бизнесменов обострилась накануне – услуги на дому. Тем самым подпольные парикмахеры и маникюристы уводят клиентов у официальных бизнесменов и не платят налоги. Я просто никогда не делала маникюр на дому. Не будут ли уступать по качеству, чем в салоне? Ну, по крайней мере, никто не жаловался. Девочки из моих все носят. А по стоимости сколько? 600. Отметим, что такие расценки чуть ли не в два раза ниже средней стоимости салонной работы. Как сегодня пояснили в налоговой, сейчас без регистрации и налогов могут работать только те, чей род занятий связан с репетизорством и домашним уходом. То есть он, согласно федеральному законодательству, освобожден в ближайшие три года уплатой всех налогов. Обо всем, что можно и нужно делать бизнесменам и за что к ним могут возникнуть претензии, сегодня рассказали на встрече проекта «Бизнес и власть. Откровенный разговор». В Торстане сейчас более 100 тысяч юрлиц и 90 тысяч это индивидуальные предприниматели. Налоговики сообщают, если бизнес работает по всем правилам, проверки ему не страшны. Дмитрий Иринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Два нефтяных пятна обнаружили на Волге, близ Казани. Площадь загрязнения 20 на 500 метров. На место выехали спасатели, экологи и сотрудники прокуратуры. Оперативные группы обработали место специальным сорбентом для ликвидации пятен. ЧП произошло у лодочной станции «Водник». Экологи взяли пробы для дальнейшего анализа. По данному факту возбуждено административное дело. Водозабор, обеспечивающий водой город Казань, находится выше по течению реки. Соответственно, угроза попадания нефтепродуктов исключена. 10 тысяч рублей за первенц от Владимира Путина и второй материнский капитал от татарстанских депутатов. Федеральные и региональные инициативы для улучшения демографии сегодня обсудили в Госсовете. За круглым столом депутаты, амбусмены и общественники. Когда могут заработать новые меры поддержки и смогут ли они повысить рождаемость? Альбина Менебаева подробно. Татарстан, 1920-е годы. Численность 2 миллиона человек. В каждой семье минимум 4, а то и 5 детей. Республика нынешняя минимум 4 миллиона человек проживает. Но в каждой семье воспитывать одного или двух детей становится чуть ли не стандартом. Чиновники хотят бэйби-бума и в ожидании, когда заработают инициативы Владимира Путина. 28 ноября президент предложил выплачивать полтора года по 10 тысяч рублей за первенца. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. Сейчас татарстанские власти ждут разъяснений по поводу реализации этих мер поддержки. Понятно, что это всех не будет касаться, потому что у нас потребности разные. Но я уверен, что для большинства семей, для того, чтобы первый ребенок родился, вот это материальное стимулирование будет основанием. 10 тысяч рублей в рамках всей страны – это колоссальные инвестиции в семьи. Меры поддержки могут заработать уже с января 2018-го. На мой взгляд, здесь все меры хороши. Конечно, может быть 100 тысяч, если бы давали, это было бы лучше. Но где их взять? Это же еще проблема наполнения бюджета. Безусловно, по каждому законопроекту будет своя дорожная карта. Вы знаете, когда принимаются законы Государственной Думы, то к третьему чтению правительство всегда предоставляет, в том числе, перечень и те сроки, в которые будут приняты подзаконные акты. Инициативы Путина сегодня одни из главных. Тем на круглом столе комитета семьи, женщин и детей. Свои идеи озвучили и депутаты. Одна из популярных вручения маткапитала за третьего ребенка. Рассмотреть получение сертификата на материнский капитал повторно за третьего ребенка и последующих детей. Еще один актуальный вопрос. Льготное питание для школьников из многодетных семей. Пока в Татарстане такие преференции есть только в ряде районов. Федеральный документ на исполнение у местных властей. Если в самом деле такие семьи есть, которые очень сильно нуждаются, и образовательное учреждение является главным источником получения горячего, полноценного питания для школьника, к нему, конечно, обязательно надо идти. Президент России предлагает снизить для многодетных и процентную ставку по ипотеке. А вот сами семьи, где воспитываются минимум четверо детей, предлагают субсидировать покупку автомобиля. Инициативы должны поддержать депутаты. Финансовая подпитка молодых семей, скорее всего, пойдет из резервных фондов. Альбина Менебаева, Эдуард Мухабетьянов, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Выдающиеся достижения в области геометрии. Мы, по сути, говоря о премии, возрождаем традиции. В Казани наградили победителя премии имени Лобачевского. Кто получил медаль и денежное вознаграждение, узнала Анна Городнова. День борьбы со СПИДом. Вы можете дать экспресс-тест на железнодорожном вокзале Казани. Хорошо, это не надо. Сколько человек заражены в республике и как победить ВИЧ-инфекцию, узнал Слават Мухаммадуля. 17 лет спустя в Казани сегодня наградили победителя международной премии имени Лобачевского. Ее учредили еще 120 лет назад. Она вручалась до 2000 года, а затем прекратила свое существование. Возродил традицию Казанский федеральный университет. Кто получил золотую медаль и 75 тысяч долларов, знает Анна Городнова. Вот это дом, где жил и творил Николай Лобачевский. Кремлевская 18, рядом с главным зданием Казанского университета. Двухэтажный дом был построен в конце 18 века и является объектом культурного наследия. Ко дню рождения Николая Лобачевского в отреставрированном доме открыли музей. Здесь кабинет ректора, его библиотека, выставочный зал. Дом хранит личные вещи, книги и письма великого математика. Фарид Мухаммедшин назвал это событие историческим. Это дань уважения этому выдающемуся ученому советскому, российскому, татарстанскому, если хотите. Почти год международное жюри решало, кому отдать именную премию. В списке кандидатов были российские, американские, немецкие, норвежские ученые, специалисты из Израиля и Чехословакии. Премию решили присудить профессору Калифорнийского университета Ричарду Шейну. Важным открытием 67-летнего ученого стала разработка практического приложения к теории гравитации. Он доработал теорию относительности Эйнштейна. Получать награды в более старшем возрасте лучше, ты лучше понимаешь, что является важным в жизни. Размер премии 75 тысяч долларов. Это самая большая сумма за всю историю. Университет возрождает традиции, когда больше ста лет назад награду вручали не за счет государства, а за счет попечителей фонда вуза. Вначале было 20 участников, а потом 13. Вот среди 13 конкурсантов профессор Шейн оказался лучшим из лучших. Медали премии Лобачевского теперь будут вручаться раз в два года. Анна Городнова, Шат Мухаммедов, ТНВ, Казань. И сегодня, в день 225-летия великого математика, казанцы пришли на Арское кладбище, чтобы возложить цветы к могиле Лобачевского. Почему современники ученого считают его открытие подвигом Сергей Хайдаров? Мы никогда не должны забывать выдающихся людей своей страны. Отдавая дань уважения бессмертному наследию русского математика, компания «Таттелеком» провела весь 2017 год под эгидой знаменательной даты со дня рождения Николая Лобачевского. Так, при участии сотрудников филиала компании по всему Татарстану, для учеников общеобразовательных школ были организованы научные чтения и различные мероприятия математической направленности. Сегодня связисты почтили память Николая Ивановича у его могилы. Во всех филиалах у нас сотрудники изучали и биографии, и труды самого Николая Ивановича Лобачевского, и провели очень много просветительской работы по воспитанию нашей молодежи. К молодежи они пошли и сегодня. В Казанском инженерном лице для ребят презентовали фильм о Лобачевском. Ученики с огромным интересом посмотрели фильм и узнали об открытиях великого казанского ученого, который изменили мир. После просмотра для них была проведена викторина. Школьники на отлично справились с заданиями и получили памятные призы от компании Таттелеком. Сколько лет было Лобачевскому при поступлении в университет? 15. 19. 17. 16. 16. 14. 19. Это у нас второй год такой. Первый год у нас в прошлый год был год Тукая, где наши сотрудники уже потренировались, научились. Мы читали в прошлом году стихи, а в этом году у нас вот именно были лобачевские чтения с играми, с брейрингами. Просветительскую деятельность Таттелеком решили сделать традиционной. Следующий год в компании объявлен годом великого татарского философа Шигабуддина Маджани. Сергей Хайбаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Успида спад в Татарстане второй год фиксирует снижение числа заболевших. Хотя сейчас число ВИЧ-инфицированных в мире достигло устрашающей цифры. 40 миллионов человек. 13 тысяч, зарегистрированные в Татарстане. Сегодня весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. Проверил свой ВИЧ-статус и Салават Махмадолин. Одни смеются, другие смущаются, третьи не обращают внимания. А между тем на учете с ВИЧ-инфекцией стоит больше 13 тысяч татарстанцев. Ежегодно их ряды пополняют еще тысячи. Проверить себя и защитить близких сегодня можно было на Казанском вокзале. Тест на ВИЧ делается всего за 10 минут. Из пальца берется кровь и, собственно, все. Остается только ждать результата. Решаются на минутную процедуру немногие казанцы. Сдают кровь в основном сотрудники жидовокзала и пассажиры в ожидании своего поезда. Пока таких положительных результатов у нас нет. Зато положительные результаты в борьбе со СПИДом. В республике хорошая тенденция. Заболеваемость все же снижается. Более 50% новых случаев заражения произошло при гетеросексуальных контактах. 46% инфицировались при употреблении наркотиков. Большинство из них это люди в возрасте от 30 до 50 лет. Две трети ВИЧ-инфицированных – мужчины. В России всего на сегодняшний день живет 940 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Уже за текущий истекший период 2017 года зарегистрировано 80 тысяч новых случаев. В день борьбы со СПИДом благодарности получили авторы и участники проекта «Тест для победы». Благодаря этому проекту мы создали в нашей республике уверенность у наших граждан о том, что это не смертельно опасная болезнь. Главное – вовремя выявить ВИЧ-инфекцию. Так, в будущем идея создания поколения без СПИДа вполне может осуществиться. Слава Тумхамадолин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. К другим темам. Неделя остается до церемонии вручения пятой национальной премии «Алтон Юлдус». Отличительная особенность этого года – сила зрительских симпатий при определении лауреатов. Это почетное звание присудит по итогам интернет и смс-голосования. Юбилейный концерт останется верен своей концепции и со сцены прозвучат по-настоящему народные песни. Рамиль Шайдулин продолжит тему. С клавиш белых на клавиши черные. Так рождается основная мелодия. Станет ли она хитом? Том зависит уже от певца и всей команды музыкантов – гитаристов, клавишников, ударников, а еще того, кто соберет сыгранное в один микс, что называется «Вдохнет в песню жизнь». Здесь много аспектов. Какая песня, на что она рассчитана. То есть, исходя из этого, мы начинаем делать трек, ставим какие-то цели перед собой, в каком стиле это будет. Впервые за историю премию «Алтан Йелдес» вручат и аранжировщикам. Марат Мухин – первый претендент. За плечами музыканта работа с Раязом Фасиховым, Элвином Греем, Фердусом Тимаевым. Впервые выявит лучшего поэта и композитора. Так лица людей, обычно остающихся в тени, организаторы решили явить главному цензору – зрителю. Мы до последних дней не знаем, участвуем ли мы, с какой песней выступать будем, или там некоторые моменты. И поэтому думаем, что все-таки до последнего решает народ. Именно зритель решит, кто достоин награды. Несколько месяцев за артистов они голосовали в соцсетях, на сайте, в теле и радио эфирах. В результате у нас определён был список порядка 35 человек, которые являются лауреатами этой премии 2017 года. Алтан Йолдес анонсирует звёздные дуэты, но никаких экспериментов с музыкой. Она останется народной. Поэтому в плеяде артистов и мэтры татарской сцены – Венера Ганеева и Хамдуна Тимиргалиева. Последние посвятили даже отдельную номинацию «Легенда». Рамиль Шайдулина, Мерзалюша, ТНВ, Казань. Все билеты проданы в эти минуты. В Казани идёт концерт «Узгаря Жиля» или «Ветер перемен». Уже второй раз он проходит по инициативе президента республики Рустама Миниханова и год назад добрался и до Кремлёвского дворца Москвы. Сейчас в Казанском оперном театре работает наш корреспондент Лина Зинатулина. Организаторы обещают много нового. Лина, что же на этот раз несёт «Ветер перемен»? Добрый вечер, Альбина. Второй сезон обещает стать ещё красочнее первого. Начнём с того, что фестиваль на этот раз займёт не два, а три дня. Но аншлаги обещаются не меньше. Ведь билетов ни на один из концертов уже не достать. Вторая перемена – сами исполнители. Впервые участвуют целые коллективы и 10 новых солистов. На татарском здесь запоёт даже мулатка из Италии. Мыслями о работе над вторым фестивалем с нами уже поделился режиссёр шоу. Публика в Казани музыкальная. Она понимает, над чем мы работали. Все нюансы этой работы. Потому что первый раз мы просто представляли идею. Теперь идея в развитии. Вот мы начинаем уже получать какие-то результаты нашей деятельности. Мы понимаем, куда мы можем двигаться, где надо быть отдельно осторожным. И, наконец, танцевальную часть шоу возьмёт на себя хореограф фабрики звёзд Москвич Сергей Мандрик. Но в центре внимания всё же песни и организаторы подчёркивают – это не поп-музыка, а настоящее сокровище татарской культуры. Это у меня всё, Альбина. Спасибо, Лина. Я напомню, это была Лина Зинатулина из оперного театра, где открылся фестиваль татарской песни «Узгарь Ржили». И ветер перемен уже в ближайшие часы. В Татарстан идёт не только календарный, но и настоящая зима. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные нас ждёт снег, метель и ледяной дождь. Меры предосторожности следует соблюдать автомобилистам, и рыбакам категорически запрещается выходить на лёд. Уже есть первая жертва. Накануне 70-летний мужчина провалился под лёд на Волге около посёлка Старое Победилово. А сегодня аналогичный случай произошёл на одном из озёр Зеленодольского района. Кто расследует исчезновение снега и сколько стоит ведро снежинок, такие шутки уже появились в соцсетях. Сегодня первый день зимы. И хотя снега нет, но Дед Мороз из Великого Устюга уже приехал. Он провёл тёплую встречу с журналистами. Вопросы задавали разные. Может ли он заморозить цены, видит ли конкурентов Кышбабае, и когда, наконец, в Казани выпадет снег. Что попросили казанцев Деда Мороза, и почему он пришёл в футбольных бутсах, об этом далее. Удобнее, чем в варенках? Конечно, нет. В тёплой шубе, но в футбольных бутсах российский Дед Мороз переобулся не случайно. Таким образом решил поддержать нашу сборную на жеребьёвке Чемпионата мира по футболу. Я, Дед Мороз, люблю любой спорт. Конечно, предпочтение отдаю зимнему. Увереннее, я признаюсь, стою на коньках. Деда Мороза журналисты встретили аплодисментами. Некоторые пришли с детьми, которые очень хорошо вели себя в этом году. В Казань Дедушка Мороз прибыл в рамках волшебного турне по городам России всего на три дня, а потому вопросов было немало. Может ли он заморозить цены, видит ли он конкурентов кэшбабае, пробовал ли чак-чак, не замёрз ли в бутсах, какое желание он сам загадывает на Новый год и какие детские мечты исполняет в первую очередь. Когда ребёнок пишет не про себя, про своих родных, про маму, папу, сестрёнку, друга. Свои просьбы к Дедушке Морозу подготовили и казанцы. Чтобы выпал снежок. Да, как можно, а то сейчас снега нет, и плохо, что зима, началась снега нет, а чтобы больше снега было, сугробы. Много конфет. Наверное, много снега, чтобы лепить снежную бабу. Я бы попросила у него очень-очень-очень много снега, и чтобы было похолоднее. На самый популярный вопрос Дедушка уже ответил, когда же Казань запорошит снегом. Постараюсь, чтобы как минимум уже завтра был лёгкий покров снежный, но матушка природа, что-то вот про экологию тут заговорили, какой-то нам всем сигнал даёт. С ней мне тоже иной раз сложно поспорить. Друзья, давайте обратим внимание на экологию. Я снег посылаю, а он всё равно тает. Альбина Слагараева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. И на этом у нас пока всё. Впереди вас ждёт прогноз погоды, а я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Добрый вечер. Время новостей и спорт на ТНВ в студии Алмазга-Фиатов. Футболисты Рубина готовятся к зимнему футболу. Команде Бердеева до конца года осталось провести два матча. Наш ближайший соперник – московский «Локомотив». Перед вылетом в Москву игроки провели заключительную тренировку на своей клубной базе. Занятия проводятся при минусовой температуре, поэтому все футболисты занимаются в утеплённой форме. На нём принимали участие все игроки основного состава, но каждый понимает, что за место в основе придётся побороться. На фоне не самых ярких матчей осенней части Рубиновых, любой игрок способен внести свою лепту на результат. Встреча состоится завтра, 2 декабря, на РЖД-арене в Москве. Начало игры в 16.30. Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале. Я бы не сказал, что это теневый лидер. Я думаю, это заслуженный лидер, причём уверенный достаточно, играющий. И плюс, это одна из тех команд, которая играет до конца. И если вы вспомните очки, которые они набрали последние 5 минут, то их наберётся очень много. Это говорит о характере команды. Тем временем в Казани стартовал чемпионат Республики по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие порядка 50 спортсменов из городов и районов Республики Татарстан. На протяжении трёх дней девушки будут определять сильнейших в различных дисциплинах. В рамках турнира запланированы выступления с обручем, мячом, а завершать будут упражнения с булавами. Среди юных участниц есть не только разрядницы, также в Казань приехали кандидаты и мастера спорта. Напомним, что в ноябре наш город принимал сразу два соревнования российского уровня. В центре гимнастики прошёл чемпионат страны в групповых упражнениях и чемпионат на призы олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной. А татарстанские лыжники готовятся к началу зимнего сезона. Наши атлеты примут участие на первом этапе Кубка России в полном составе. Чемпионат в этом году пройдёт в вершине Теи. Это Хакасия 2 и 3 декабря. В программе соревнований спринт свободным стилем, индивидуальная гонка в классическом стиле на 5 километров у женщин и 10 километров у мужчин. Ожидается участие спортсменов из 40 регионов страны. Сборная команда Татарстана по лыжным гонкам на первом этапе Кубка России будет выступать в полном составе. Сразу несколько представителей нашей республики в числе главных фаворитов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели. На заказ Данил Мастер. Быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа. Доставка. Установка бесплатна. Только в декабре. Назовите пароль ДМ-мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики будет малооблачно, без осадков, до 4 градусов мороза. На северо-востоке республики облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха там днем составит до 2 градусов мороза. На севере Татарстана во второй половине дня местами ожидается снег. Температура воздуха там будет до 2 градусов ниже 0. На северо-западе пройдет снег. Температура воздуха составит минус 2 градуса. На юго-западе республики облачно. Местами снег и до минус 1. В Центральном районе Республики во второй половине дня возможен будет снег. Температура воздуха составит минус 2 градуса. В последующие сутки температуры в Республике начнут повышаться. Спонсор выпуска ООО «Акбарс недвижимость» – квартира в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до полумиллиона рублей. Дополнительная информация по телефону в Казани – 295-77-77 или на сайте akbarsdom.ru. В «Акбарс недвижимость» – дни большой выгоды. Однокомнатная квартира 45 квадратных метров в ЖК «Казань-21 век» дешевле на 470 тысяч рублей. Дом готов. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товар для туризма и отдыха, форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода, пройдет снег, температура воздуха составит около 0 градусов. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление – 765 мм ртутного столба. Влажность воздуха – 85%. Магнитное поле земли спокойное. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами, как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудо-действенный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок от Орстальской Швейцарии. Да, слов нет. И тайное чудо – шведский столб. Комфортные переходы. Морцеста и грязи делают чудеса. Бакирово – наш санаторий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова